Привет, друзья! Привет, гости, подписчики канала Тимуха Лайф! В этом видео поговорим, на что же так все-таки влияет батарея, на что влияют, точнее, процессы на батарею, почему она так быстро садится. Есть очень много различных версий, есть очень много видео, которые, друзья и подписчики, вы очень любите смотреть. И сегодняшнем, в этом ролике, я вам расскажу еще очень много интересного. С вас лайк и подписка, с меня больше интересного и полезного контента. Это разберем по пунктикам, что же нужно вам сделать, что нужно отключить, а что нужно и включить, чтобы у вас все работало как часы. Первое, на что бы я обратил внимание, это ваш Play Market. В Play Market у нас есть настройки, которые нам нужно деактивировать. Заходим в свой Play Market, либо же в Google Play, как хотите, так и называйте. И здесь нажимаем на свою аватарочку. Когда мы нажали на аватарочку, мы ищем такой пункт, который называется «Справка и отзыв». Нас перебрасывает вот такое вот меню, где мы можем систематично что-то менять. И это очень-очень классно. Как удалять приложение... Найдите такой вот пункт. Как удалить приложение с устройства Android. Вот этот вот настройка. Ждем. Теперь нажмите, чтобы перейти в настройки. И вы попадаете в такое вот секретное меню. И что же нам нужно? Нам нужно вот так вот спускаться. Во-первых, нам нужно еще нажать. Показать системные процессы. И вот этих вот системных процессов будет очень много. Нас интересует система. Один пункт интересный. Если на любом Android, вот эта вот настройка, она как на Samsung, так и на других устройствах. Без каких-либо ограничений будет работать и у вас. И эту настройку мы вот так вот спускаемся вниз. Мы ищем. Система Android. Здесь еще такой вот будет зелененький, как человечек в квадратике нам рисован. Нажимаем его. И вот этот вот система Android нажрет весь заряд на вашем телефоне. И здесь что нужно сделать? Его не нужно останавливать. Потому что это еще хуже будет. А здесь найти пункт хранилища и кешь. И вот этот вот кешь, который накапливается здесь. У меня его мало. У вас он тут может быть реально много. Может быть и 5 гигов. Если вы никогда ранее не заходили, нажимайте просто очистить кешь. Так вы освободите. А еще рекомендую тут нажать одну настройку, которая есть на вашем телефоне. Питание и производительность. Смотрите, использование с последней полной зарядки 2% оно всего берет. Вот мне многие пишут, так где ты берешь там вот видео такие названия. 15% увеличил оперативку. 10% сохранил заряд батареи. Друзья, на каждом приложении написано, сколько оно кушает вашей батареи, либо оперативной памяти. И не трудно будет догадаться, если я 2% возьму, доплюсую к тому приложению, которое берет 50%, доплюсую, которое берет еще 20%. И напишу вам, 72% у нас потребление сэкономится. Вот и все. Вот весь секрет. И здесь поставьте ограничено. Ограничивать расход заряда батареи, когда приложение находится в фоновом режиме. Это поможет влиять на работу приложения и задержать показ уведомлений. Вы-то думаете, что у меня там 2%, а не 22%, не 12%, как у вас сейчас там будет 100%, я уверен. Конечно же, потому что я оптимизировал настройку и установил ограничено. Так я сделал так, чтобы мой телефон, вот это вот приложение, меньше брало заряда батареи. Первую настройку мы с вами сделали. Я вас поздравляю. Следующая настройка, которую нам нужно сделать. Будьте внимательны, досматривайте видео до конца, делитесь ими со своими друзьями. Наверняка они тоже не знали. Заходим в настройки телефона и сразу ищем пункт о телефоне. Здесь нам нужно найти версию MIUI и вот так вот потапать, пока у вас не высветится табличка, не нужно. Вы уже стали разработчиком телефона. Это поможет вам зайти в те скрытые настройки, которые есть на вашем телефоне. Дальше выходим, нажимаем настройки, либо же назад. И сразу же спускаемся вниз до пункта, который называется расширенные настройки. Заходим в расширенные настройки. Снизу у нас пункт появляется для разработчиков. Если вы не тапали, то он у вас не появится. И вот здесь вот нам нужно найти пункт. Сейчас мы его будем находить. Там два принципе пунктика сразу будут. Вот так вот спускаемся вниз и ищем вот эти вот настройки. Сейчас, сейчас, сейчас ограничение запросов Wi-Fi. Вот этот пункт. Уменьшает вот этот вот ограничение запросов Wi-Fi. Уменьшает разряд батареи и повышает производительность сети. Вот эту вот настройку нам нужно включить. На многих телефонах она будет включена, либо же выключена. Если вы обновляете свой телефон, то эта настройка будет выключена. Нам нужно включить. А вот снизу будет пункт. Не отключать мобильный интернет. Вот он сразу. Вот он, смотрите. Вот этот вот у вас пункт может второй быть. У меня третий. Не отключать передачу данных про мобильной сети даже при активном Wi-Fi. Для быстрого переключения между сетями. Значит, рассказываю. То есть, если вы включите Wi-Fi, выключите сотовую связь, проходит минута, и у вас опять включается сотовая связь. Эта настройка отвечает за вот это вот включение. И если у вас Wi-Fi, у вас, если будет выключено, он будет автоматически выключаться. И вы не будете садить очень много батареи сразу же. И вы сэкономите заряд батареи на полную катушку. Это понятно? Надеюсь, да. Так что выключаем этот пункт и дальше бежим назад. Следующая настройка, которую я бы рекомендовал вам найти, это нужно будет зайти в настройки. Сразу же приложение. Здесь находим пункт, который называется все приложения. И вот во всех приложениях здесь мы ищем разрешение. Вот видите, сразу у вас будет пункт разрешения. И в разрешениях у нас есть пункт автозапуск. Видите, как все скрыто. В правом верхнем углу сразу же нажимаем три точки. Показать системные процессы. И вы увидите огромный букет приложений, которые автоматически запускаются всегда. Я рекомендую эти все приложения отключить. Только оставить теми, которыми вы реально пользуетесь. В моем случае это, конечно же, приложения, которыми я пользуюсь. Это Telegram и Viber. Это мессенджеры. Если я их отключу, они не будут запускаться. И я пропущу те сообщения, либо с работы, либо же от близких людей, которые мне сразу написали. Вот мне кто-то написал, я сразу ответил им. Кто-то написал, я сразу ответил. Если я выключу, мне не будут приходить сообщения. Так что рекомендую проверить эти настройки и сразу же их выключить, если у вас здесь много приложений включены. Среди них может быть такая, как камера. Камера может фотографировать все и отправлять разработчикам диктофон, микрофон. Вот это вот сразу все отключаете. В принципе, это вам тоже не понадобится. Следующая настройка, которая есть на нашем телефоне, я рекомендовал бы ее проверить тоже. Это пункт безопасность. Пункт безопасность, это встроенное приложение в телефоне. Благодаря нему вы можете очистку, ускорение, глубокую очистку и проверить на антивирус свой телефон. Если вы вдруг боитесь, что у вас там какой-то может быть вирус. Но нас сегодня интересует не этот пункт, нас интересует вот такая вот капелька с надписью передача данных. Заходим в передача данных. И что же мы здесь видим? А мы здесь видим то, что у нас есть пункт сетевые подключения. Вот смотрите, сам по себе пункт интересный. Сетевые подключения. И здесь смотрите, что есть у нас. Мы можем в автоматическом режиме выбрать на какой сим-карте у нас будут работать приложения или не работать. То есть, если вы отключите первые сим-карты, вы никогда не сможете на интернета первой сим-карте зайти. У меня, к примеру, интернет отключен на первой сим-карте, но у меня там есть денежка. И вот часто я бывает забываю, что у меня подключение идет с первой сим-карты. Захожу, у меня денежку сняло, скушало ее. А на втором пакете у меня бесплатный интернет. И вот чтобы у вас такой не было ситуации, деньги не пропадали, вы просто выключаете. Как в моем случае, видите, я галочку поставил, убрал галочку синюю. У меня только на первой сим-карте теперь работает интернет. На второй сим-карте работает интернет. И я таким образом экономлю батарею, во-первых, что не будет, две сразу активироваться. Сим-карты работать. Ну и также, вот смотрите, тут есть еще, если вы лиснете вправо, у вас тут еще Wi-Fi есть. И вы можете ограничить приложение, которому вы не хотели, чтобы оно выходило в интернет. Бывают такие приложения, что есть на телефоне, либо игры, которые постоянно обновляются, которые что-то скачиваются. И вот без вашего разрешения, чтобы они не скачивались. Также есть в правом верхнем углу еще три точки. И здесь есть фоновое подключение. Фоновое подключение это, когда само приложение в любой момент может включиться и что-либо скачать, что-либо установить, передать и так дальше. Чтобы этого не было правильно, вы заходите в фоновое подключение и все выключаете. Здесь я также рекомендую оставить только те приложения, которыми вы часто пользуетесь. Это YouTube, Android Service, Google, средства просмотра выключаем. Telegram, Viber, WhatsApp. Вот эти автоматические приложения не выключайте. Специальные возможности выключаем. сервисы активации, Gmail, вот видите Parallax, то есть Compass. И вот эти вот все приложения, которыми вы не пользуетесь, постарайтесь их все-таки выключать. Потому что они действительно будут в фоне всегда работать, сканировать все. И это будет сгубно влиять на работу вашего устройства. Вот, в принципе, все, что я хотел рассказать. Я сегодня вам рассказал. Надеюсь, вам это видео понравилось. Здесь оставлю также еще два новых ролика. Зайдите, пересмотрите. Ну, а с вами, как всегда, был ваш техноблогер Тимоха Лай. До скорого. Всем пока. Всех обнял. Самое главное, знайте, что вы самые лучшие подписчики. Смотрите больше моего контента на телефоне. И у вас все получится. До скорого. Всем пока.